Врикшасана. Поза дерева. Из положения стоп в тадасине, встаньте ровно на четыре угла каждой стопы и распределите нагрузку ровно на позвоночный стоп. Прочно опершись на левую ногу, согните правую в колени в сторону и поднимите стопу до верхней части бедра. Расположите подошву по центру левого бедра с пальцами, смотрящими вертикально вниз. Слегка отведите назад задние мышцы паха, так чтобы таз был ровным. Левая нога должна стоять в позиции тадасины. Отводя верхнюю часть левого бедра назад, напрягите ягодицы, сведя их вместе. И прижмите опорную ногу к левой стопе. В то же время нажмите правой пяткой опорную ногу и отодвиньте правое бедро в сторону, растягивая его от паха до колена. Одинаково сведя ягодицы внутрь, растяните переднюю часть торса от лобковой кости кверху. Поддерживая прочное положение в опорной ноге, сомкните лопатки в спине и растяните руки в стороны. Поверните руки ладонями кверху. До конца разогните руки в локтях и поднимите руки над головой. Соедините ладони вместе. Прижмите предплечье друг к другу и до конца вытяните руки, подняв ребра. Чтобы сохранить равновесие, дышите ровно, а верхнее левое колено должно быть прочно закреплено. Для выхода из позиции, на выдохе медленно с одинаковой скоростью опустите руки и ногу вниз. Соедините ступни. Растягивая правую ногу, поднимите левую ногу под верхнюю внутреннюю часть правого бедра. Правая нога должна стоять в тадасане. Нужно напрячь бедра и отвести левое бедро от области паха до колена. Не давите кости таза вперед и не поднимайте левое бедро выше правого. Следя за поведением бедер, вытяните руки над головой и соедините ладони вместе. Ровно растяните задние и передние мышцы рук и поднимите грудную клетку. Сведите лопатки и поднимите ключицы, не позволяя ложным ребрам выпячиваться вперед. Постоянно поддерживайте прочность в ногах и бедрах. Дышите ровно. На выдохе опустите руки и ногу с одинаковой скоростью. Эта асана позволяет развивать равновесие, осанку и устойчивость тела. Продолжение следует... Продолжение следует...